Добрый день, уважаемые подписчики и зрители канала Smartphone China. Сегодня я хочу представить ваше внимание обзор аппарата от компании Johans, моделька A101. Не секрет, что аппарат привлекает довольно-таки много внимания со стороны пользователей, и все потому, что цена его на старте продаж составляет всего-навсего 59,99, то есть 60 долларов. Вы скажете, ну и что полно аппаратов со стоимостью 60 долларов? Однако, друзья, честно вам скажу, ни одна из компаний еще на моей памяти не предлагала подобные фактически за подобную стоимость. Но давайте обо всем по порядку. Поставляется аппарат вот в такой вот ничем не примечательной коробочке, однако она из хорошего картона, в отличие от многих конкурентов низшего ценового диапазона, супербюджетного, и выдержит любые, в общем-то, переезды и связанные с ними неприятности. На коробке у нас есть тиснение, значит, компании, самой логотип, здесь и Мэй, название модели, цвет голубой, ну он серо-голубой такой в данном случае, и характеристики аппарата, в общем-то, довольно-таки четко отображающие, что нам за эти деньги предлагают. В коробочке нас встречает зарядное устройство на 1 ампер, кстати, надо сказать, хорошего качества, и по факту выдает 1,14, но аппарат может брать чуть больше, зарядник в кванцеме 2 ампер, но у меня получился максимальный ток 1,2, получался зарядить его, кабель очень хорошего качества, до 2 ампер ток пропускает, и дальше следуют приятности. В коробочке нас также ждет вот такой силиконовый бампер, который позволяет нам сразу пользоваться, не дожидаясь покупки каких-то дополнительных аксессуаров аппаратом, а также, друзья, есть защитное стекло, что, в общем-то, тоже немаловажно, поскольку, ну, в лучшем случае, производители кладут пленочку, а здесь нам сразу прилагается защитное стекло на экран, что, несомненно, очень приятно и радует. Ну, а также есть быстрый старт инструкции, где даже указано несколько пунктов на русском языке. Ну, и, друзья, переходим к самому аппарату. Аппарат у нас полностью выполнен из пластика, вот эта вот рамка, имитирующая металл, она у нас пластиковая, ну, в этом страшного ничего нет, пластик достаточно хорошего качества, я думаю, что, учитывая наличие силиконового бампера, облезет он не очень быстро. Предмет гордости у него, значит, это задняя его крышка. Задняя крышка выполнена из очень приятного а-ля софт-тач материала, ну, в общем-то, baby skin, кажется, такой материал называли китайцы, ну, такой, в общем, дружественной кожи, приятно держать в руках и все такое. Органы аппарата классические, в общем-то, управление, клон подключения крышки громкости находится на правой стороне, сверху. Разъем для подключения гарнитуры, левая грань пустая, снизу динамик и микро-USB разъем, и микрофон у нас находится вот здесь вот в углу, а не снизу, как обычно, что, кстати, довольно-таки неплохое решение, поскольку на нижнем торце пользователи очень часто бывают перекрывают микрофон и, в общем-то, ухудшается качество звука во время разговора. Это я знаю по опыту использования моей супругой некоторых аппаратов. На тыльной стороне у нас находится логотип компании, вспышка и модуль камеры 5-мегапиксельный, а также название модели собрано в Китае, ну и адрес сайта компании Johans. На фронтальной части у нас находится 5-дюймовый экран, о его качестве чуть позже, кнопочки «Мне домой-назад» без подсветки, 2-мегапиксельная фронтальная камера, разговорный динамик, датчики обеспечения и приближения, диода уведомления, к сожалению, нет. Стекло выполнено по технологии 2,5D. В общем-то, все в ногу со временем. Касательно размеров и веса аппарата. Высота аппарата составляет 143 мм, в ширину 71 мм и в толщину порядка 9 мм. Ну, в самом толстом месте, где-то в районе камеры, тут чуть добавляют она, это, наверное, будет порядка 1 см, то есть 10 мм. Вес аппарата составляет 160 грамм с батареей. Ну, в общем-то, приличный такой вес, достаточно для 5-дюймового аппарата, скажем. Смартфоны от Xiaomi весят, учитывая их 4000 батареи, немножко меньше. Давайте посмотрим, что под крышкой. Крышка очень туго снимается. Общее качество сборки, конечно, неплохое, но из-за того, что защелки очень тугие, есть тут некоторые зазоры, сейчас я вам их покажу. Так, здесь у нас слот для карты памяти и, значит, два слота под сим-карты стандарта микро. Батарея у нас заявлена на 2350 мА. Ну, по поводу емкости тоже чуть позже. Я делал разбор этого аппарата, и там как-то я не все рассказал про антенны. Вот смотрите, здесь у нас находится антенна Wi-Fi Bluetooth GPS с этого края. Снизу, как всегда, находится антенна GSM, то есть непосредственно 2G, 3G. А вот эта антенна, я увидел тут надпись и внутреннее платье, и на антенне, здесь написано LTE, то есть отдельная антенна для 4G LTE соединений. Вот так вот интересно сделано все. Вот, касательно, значит, зазоров и сборки, ну, что тут? Особого ничего нету. Для бюджета, конечно, характерны некоторые огрехи. Вот здесь вот у меня ощущение, что защелка не до конца входит. Но, тем не менее, аппарат выполнен неплохо. На скручь удар держит, потому что в основе его лежит металлическая рама. Итак, друзья, с внешним видом разобрались, переходим к экрану. Естественно, это первое, что мы видим, когда включаем аппарат, и скажу вам, что в этом телефоне экран отличного качества установлен. Углы обзора близки к максимальным, и конкретно мой аппарат, точно экран выполнен по технологии One Cell, то есть без воздушной прослойки. Могу сказать, что сейчас очень много по этому поводу ведется дебатов по поводу этого экрана, ну, я, в общем-то, и в разборе показывал, как все это выглядит. В цвете. И сейчас повторюсь, у меня, в моем аппарате, экран с воздушной прослойки не имеет. И давайте я вам еще раз покажу, как выглядит экран данного аппарата в сравнении с экранами с воздушной прослойкой и без воздушной прослойки. Итак, для начала мы берем экран нашего Юханс А101 и экран с заведомо имеющейся воздушной прослойкой Lenovo A2010. Ну, видно невооруженным глазом, как выглядит экран с воздушной прослойкой и как выглядит без воздушной прослойки. Теперь мы возьмем экран ValiFox Swift аппарата, который выполнен по примерно такой же технологии, тоже заявленной технологией On Cell. И видим, что, ну, примерно одинаковый. То есть, здесь чуть темнее, здесь более сиреневый, но тем не менее, цвет не серый, и видно, что качество отличное. Вот еще один вариант НИ ОГС экрана. Сразу же видно, что как зеркало у нас. Люстра отражается прям как живая в нем. Более подробно я все это рассказывал, значит, в отдельном видео. Ну и возьмем ОГС-ОГС экран. Это соневский модуль Z3 Compact. Ну, видите, этот вообще черный совершенно, рамок не видно, но я вам еще раз поясняю, что это чистый ОГС, то есть сенсор здесь нанесен на само стекло. Касательно, значит, самого экрана и его материала, то здесь заявлено Gorilla Glass 4-го поколения, в этом я сильно сомневаюсь. Также вызывает у меня вопросы качество олеофобного покрытия. Оно присутствует, несомненно, на аппарате, но оно очень слабенькое и отпечатки собирает очень хорошо. Ну, надо сказать, к слову, что и протирается тоже неплохо. Ну, давайте посмотрим быстренько в сравнении с Wally Fox Swift олеофобное покрытие, как у нас выглядит. Скажем, вот у Wally Fox и вот аппарат Юханс, наш сегодняшний подопытный. Ну, вы сами видите, что здесь это вот сразу же все собирается капельками и не размазывается, а на Юхансе, к сожалению, все это мажется, размазывается, и альфо-леофобка очень-очень слабенькая. Давайте глянем внутрь. Марка Юханс, модель А101, шестой Android с 32-битной, процессор 6737, GPU Mali T720, разрешение HD, кстати, не сказал, да, экран с разрешением HD, 8-мегаписельная, здесь указана камера, по факту, это 5, оперативной памяти 1 гигабайт, накопитель, пользователю доступно всего-навсего 3,40. Пожалуй, это еще один из минусов данного аппарата, но, к счастью, это решается, установка карты памяти объединением, памяти с ней. Так, подробнее модель CPU все понятно, это именно полноценный 6737 чипсет, сейчас центральный процессор работает на частоте 1248, то есть 1,3, плотность пикселей 320 dpi, по факту, это чуть меньше, где-то 290, и мультитач-тест у нас поддерживать, по спецификации должен 5 касаний. Поддерживает, поддерживает. Но самое интересное, что если попробовать больше пальцев, то он поддерживает и больше, но, знаете, как-то так вот не всегда. Вот сейчас вот работает вроде бы нормально. Попробую сейчас поставить 10 пальцев. В общем, то 7, то 8, не всегда получается. В общем-то, наверное, это не надо, 5 касаний поддерживаются, этого вполне достаточно для 5-дюймовой панели. Дальше снова камеры, так, версия Android 6 понятно, ну и датчики, датчиков, очень скромный обор, освещение, приближение и акселерометр, все, больше ничего нет. И в Antutu-тесте аппарат набрал 28594 балла, ну, несколько было прогонов, где-то около того, то есть за 28. Что, в общем-то, для устройства достаточно нормально этого класса, тем более, это ценовая категория. Об игровых моментах я скажу чуть-чуть позже, как аппарат ведет себя в играх. Ну и далее, переходим к еще одному из самых спорных моментов данного аппарата, это вопросу батареи. Значит, замеры показали, что емкость аппарата не превышает, все, я вам покажу, 2200. Самый больший он у меня показал, значит, тестер, 2193 мАч. Вот видите, зарядка остановилась, да, амперы больше не идут, ток вернее, емкость указана. Производитель указывает 2450 мАч. Далее мне стало очень интересно, как же так все это выглядит, но и по традиции я просто снял этикетку с батареи. Под батареей на самой банке было на надпись уже 2150 мАч. И все бы ничего, значит, я сделал еще несколько тестов, каждый раз у нас укладывалось где-то примерно от 2059, где-то до 200-250, да, мАч. И все бы ничего, ну, обманул, как говорится, производитель немножко с емкостью батареи, ничего страшного. Но дело в том, что по этому поводу разгорались жаркие баталии и большинство пользователей, которые делали замеры данного аккумулятора, у них значения вообще были где-то 1800 мАч. Сейчас я вам дам свое некоторое пояснение по этому поводу. Давайте сначала посмотрим время работы. Так, воспроизведение оффлайн-видео, Full HD-качество 5 часов 47 минут 6 секунд продержался аппарат, то есть в районе 6 часов. В общем-то, не очень много. Давайте я немножко убавлю яркость, чтобы было комфортней. То, в общем-то, конечно, не очень много, но тем не менее и результат не провальный. Так, здесь GPS у нас попался. Обратите внимание, верхняя граница, значит, напряжение 4,345 вольта, то есть 4,35 соответствует. Это 100% зарядка полностью. Дальше, тестирование. Игровой производительности это эпидестадель и у нас аппарат продержался 2 часа 52 минуты, то есть около 3 часов. Скромно, очень скромно. Это тест онлайн-видео, и что интересно, при просмотре видео на YouTube аппарат продержался даже чуть больше, чем в просмотре в локальном режиме. То есть 6 часов 4 минуты. Ну, вот такая вот маленькая особенность. И теперь я вам хочу сказать по поводу, значит, момента с замерами. Пояснить. У данного аккумулятора есть одна интересная особенность. То есть я встречал это на других аппаратах. То есть если вы просто дадите ему нагрузку, скажем, постоянную, просмотр, скажем, видео, и доведете его до отключения, он у вас выключится. Но буквально минут через 5-10 вы его сможете опять включить. Он как бы восстанавливается. Вообще такого быть не должно. Это говорит о не очень хорошем, возможно, химическом составе батареи, потому что она резко дает падение при нагрузке, а потом восстанавливается, потому что все-таки там еще заряд имеется. Но тем самым это вот как раз и дает эти странные результаты. То есть если сразу после отключения аппарат поставить на зарядку, то есть там еще заряд останется. Естественно, по тесту покажут несколько меньше замеры, чем, например, у меня. Я же, друзья, ставил аккумулятор на зарядку, когда в нем уже совершенно не было энергии. То есть я несколько раз после того, как аппарат отключался после тестирования, включал его и дождался того момента, когда он уже не мог загрузиться и только после этого поставил на зарядку. Вот этим и объясняется то, что у меня результаты замеров несколько выше, чем у других пользователей. В целом батарею данного смартфона я могу считать, в общем-то, приемлемой. На день средней нагрузки его вполне хватит. А если используется аппарат исключительно в время звонилки, то я думаю, что на дня 2-2,5, может быть, даже 3, вам будет хватать. Энергию аппаратов в спящем режиме не жрет. У меня за ночь уходило пару процентов при включенном Wi-Fi и установленной сим-карте. В общем-то, по батарею все. Еще хочу сказать один маленький момент. Многие люди ругают за то, что измеряют этими USB-тестерами и прочее. Друзья мои, вы знаете, вот эти простые USB-тестеры, наверное, это не самый точный способ измерения. У меня, конечно, есть и iMax, и как то, что мерить нужно на разряде, а не на заряде, я знаю. Но дело в том, в которой я измерял когда-либо, Xiaomi или Lenovo, он их все показывает правильно. Поэтому у меня просто нету оснований ему не доверять. Давайте посмотрим, что из себя представляет программная оболочка. Так, установлено шестой Android и собственная оболочка от компании Johans, которая называется у нас сейчас, секунду, FreeMe. Вот такая вот оболочка. Сейчас у нас ищется обновление системы. Ну, написано, что последняя версия. FreeMe OS. По факту, это выливается в чуть-чуть переработанный интерфейс звонилки, чуть-чуть переработанный интерфейс SMS и контактов. Где еще есть какие изменения, я не нашел, потому что по внешнему виду это очень-очень стоковый шестой Android. Я использую просто другой лаунчер, а вообще, вот если переключиться на родной, то можете видеть более чем стоковый шестой Android. И меню точно такое же. В общем, где еще какие изменения, сказать сложно. То, что я увидел, я вам сказал. Вернемся к настройкам. Wi-Fi в аппарате после обновления аппарат стал видеть вторую сеть 5 ГГц, но подключаться он к ней отказывается. Точно так же вел себя и Home Tom Ht17 на этом чипсете. Не знаю, где-то программные. Это ограничение или что, но к 5 Гц в сетке он не подключается. Следующий пункт загрузки в режиме Turbo уже рассказывал знакомый нам это совмещенный режим загрузки через мобильную сеть и через Wi-Fi, Bluetooth, SIM-карты, все понятно, звуки, экран. В экране есть тонкая настройка CameraVision, хорошая функция, адаптивная выгравка яркости с учетом работы датчика освещения. Не вижу только здесь беспроводной передачи изображений. Ну, как бы минус тоже, можно сказать, что, но для бюджетного устройства очень все-таки придираться не стоит. Звуки и удомления, настройка звуковых профилей, тут все. Нам знакомо, ничего нового. Вот раздел предустановки, сюда производитель вынес у нас различные смарт-жесты, то есть присутствует двойной тап и всякие разные смарт-подсветки он здесь называется, и всякие разные управления жестами, смарт-включения, по буквенным символам и по жестам на экране. Также есть снимок и скриншот с тремя пальцами, функция достаточно удобная, особенно при тестировании, ну и бесконтактное перелистывание и прочее тоже есть. Я им никогда не пользуюсь, мне они как-то не очень симпатичны. Приложение понятно, вот хранилищие USB-накопители. В аппарате, к сожалению, очень мало осталось от 8 гигабайт встроенного накопителя памяти для пользователя. Всего 3,4. Это очень мало, единственное, что спасает в этом случае, если вы поставите карточку и 6-й андроид позволяет объединить ее с основной памятью. То есть, сколько поставите карточку, столько и прибавится и будет один большой раздел. Использовать эту карту отдельно вынуть и посмотреть вне этого устройства вы ее не сможете, но подключив устройство к компьютеру вы получите один большой накопитель. В общем-то, это удобно. Бюджетному устройству, как говорится, опять придираться сильно не будем из-за этого. Батарея стандартная, то у нас тут единственное, косяк не отображает падение заряда почему-то, то есть график сам. Вот это очень неудобно при тестировании, то есть нельзя посмотреть, как ровно аппарат разряжался. Ну, далее все стандартное местоположение, безопасность, аккаунты, как и на стоковом 6-м андроиде. Далее давайте по качеству работы интерфейсов пройдемся. Wi-Fi, так скажем, не самого высокого качества, чувствительность приема немножечко ниже, чем обычно у аппаратов, да, у других. Вот это вот возле роутера, сами видите, немножко уже стрелка отклонилась от минус 40. Дальше, если мы через одну стену смотрим, идет падение сигнала, некоторое, через две стены еще она усиливается, самое глухое место в квартире уходит за минус 70. Из парковки аппарат уже показывает за минус 80 dBm. В общем-то, это не критично, аппарат работает довольно-таки стабильно, качает хорошо при этом, но это маленький минус. Навигация представлена чипом GPS только, нету ни GLONASS, ни BIDU, но работает стабильно, вот раз, скриншотик, три метра, где-то еще вот у меня здесь был скриншотик, тоже, по-моему, метра три, точность. Ну, в общем-то, все в пределах нормы, и в оффлайн-режиме тоже проверял, подхватывает спутники быстро, чего, например, не мог делать Ulefone U007, там с GPS-ом было значительно все похуже. Качество работы 4G, и скорости передачи данных, результаты. Так, мегафон, средние условия тестирования, то есть, не там, где я обычно тестирую, не в идеальных условиях, где-то у нас вот 27,6, получение и 9,25 передачи, мегафон в секунду. Ну, вполне достаточно, и Wi-Fi 38,3, получение 41,58 передачи. Несколько ниже, обычно это результаты, где-то в районе 50, ну, вот, как это, что имеем, то имеем, однако, для скачивания приложений, работы в сети, этого вполне достаточно. То есть, никаких проблем с этим аппарат не испытывает. По качеству голосовых вызовов. Голосовые вызовы аппарат обеспечивает очень хорошего качества, мне очень понравился динамик разговорный, микрофон тоже неплохой, но хотелось бы его чуть-чуть повыше громкости. То есть, сравнивая, например, с Xiaomi, уровень микрофона, немножечко хотелось бы погромче. А так, связь стабильная, прием, в общем-то, обеспечивает хороший, ничего нигде не отваливалось, по городу ездил целый день, с этим аппаратом разговаривал, все в общем-то более чем отлично. Говорим касательно производительности аппаратов 3D. В общем-то, изначально этот чипсет не предназначен для мощных, тяжелых 3D-игр, поэтому предъявлять ему высоких требований не стоит, однако, поиграть в большинство игр на настройках средних и низких вам удастся. Люди, которые заявляют, что спокойно тянет асфальт на максималке, ну, ребята, они лукавят. Я вам это сейчас продемонстрирую, вначале я вам покажу результаты. Так, это у нас Epic Stadel, 26,3 кадра в секунду. Результат очень-очень скромный, это на ультра-хай-квалити, естественно, то есть большинство игр на высоких настройках при этом будут подтормаживать. Да и по самому прохождению теста, я представляю, это хорошо видно, что, в общем-то, изображение поддергивается. В Antutu аппарат набирает 28,5 тысяч баллов примерно, по 3D тоже немного, но, в общем-то, Game Performance Mid-Level пишет нам, то есть средний уровень игровой производительности. В общем, это достаточно, как я уже сказал, для средних и низких настройок. Давайте покажу вам асфальт. Многие игры я закачивать не стал, потому что у меня не было свободной флешки для объединения памяти, а больше одной игры сюда установить во внутреннюю память очень сложно, практически никак невозможно. Давайте для сравнения кусочек на максимальных настройках графики, сейчас вам показывают высокое качество и на средних потом. Асфальт, конечно, игра тяжелая, она способна зависеть даже в современные графические решения более мощного характера. Ну вот, смотрите. ФПС на глаз не превышает 20 сейчас, а когда идет столкновение и прочее, все это падает до значений уже близких неприемлемым. ой, простите, уехал я. Это хорошо видно, особенно по окружающему миру, как он начинает рывками двигаться. Так, это вот у нас максимальные настройки. Видно, да, вот даже звук проседает. Теперь давайте выставим настройки. Давайте низкие выставим сразу. Посмотрим, как ухудшится качество графики и как улучшится у нас производительность. Итак, низкие настройки графики. Ну, конечно, асфальт уже сам не так блестит, но должно быть у нас зато чуть более играбельно все это. Я думаю, что эффектов достаточно даже при таких настройках. Вот, видите, летит у нас водичка из-под колес, а вот производительность у нас стала более-менее приемлемой. мне кажется, что так значительно лучше и комфортнее играть. обычно здесь все дергается. Здесь, видите, все плавненько, хорошо, идет нормально. никаких проблем на этих настройках аппарат не испытывает даже с асфальтом. А графика не сильно пострадала. Мне, кстати, так кажется, даже больше. глазу приятно. Поскольку такой перегруженный эффект этот асфальт. Ну, в общем, вот так вот примерно это все выглядит. В играх мини требует, естественно, ситуация будет получше, а уж какие-нибудь там казуалки все будут вообще без проблем идти. Очистка памяти у нас присутствует, посредние кнопки. Надо сказать, что 1 гигабайт оперативной памяти не является прям очень самым узким местом, поскольку ее вот так после очистки свободно вот 400, а при включении аппарата где-то даже 500. Так, далее меня просили протестировать, как ведет себя аппарат в работе с браузерами. Давайте посмотрим. Так, это хром. Не надо ничего переводить. Так, как у нас все загружается? Ну, что же неплохо. Несколько вкладок у меня открыто. Они, естественно, перезагружаются, потому что я это все не сворачивал, а прибивал. Ну, в общем, все приемлемо. Как можете видеть, переключение между вкладками осуществляется достаточно быстро. скроллинг тоже плавный. Что еще? Еще страничку откроем. Все загружается быстро, хорошо работает. Работает хорошо в браузере, все, вкладки переключаются, несмотря на 1 гигабайт, кстати, оперативной памяти. Сейчас 5 вкладок, в принципе, держат все в памяти. Ну, в общем, вот как-то так. Так, еще один маленький момент, который я вам не сказал. Аппарат поддерживает работу от EG. от EG, от EG. Так, сразу же у нас загорелось. кроме карточки появился еще USB-диск. Все показывает, все рассказывает. Где у нас... Вот, я тут что-то тестировал. Диски есть. Ну, это очень радует. Отключение правда, по-прежнему шторки нигде нету. Вот так вот. Все безопасно извлечено. Шустро, кстати, так работает аппарат. По сравнению с Home Tom МХТ-17 вообще небо и земля значительно больше нравится. Так, ну и что еще у нас? У нас остались работы мультимедиа и камеры. Давайте для начала мультимедиа. Аппарат без проблем крутит до Full HD. у нас файлы вот, заодно слушаем качество внешнего динамика. Динамик неплохой внешний. Супер качество, конечно, супер качество, он, конечно, не блещет, но в целом громкий. файлик перематывается, крутится без проблем. 4К не пробовал, не вижу смысла на этом аппарате крутить 4К. Что касательно звука в наушниках, ну, естественно, слушался, как обычно, флаг, классика, рок. Вы знаете, для устройства этой стоимости звук довольно-таки неплохой. он МТК-шный, да, он, естественно, хуже, чем у Qualcomm. Дешевизной прям откровенно от него не пахнет. Конечно, аудиофильскими делами тут не по это самое, не помучаешься, но, тем не менее, послушать музыку в общем-то можно, тем более, если это будет МТ-3, как большинство пользователей слушают. Качество звука довольно-таки приемлемо. Ну и осталась у нас камера. Камера в аппарате установлена 5-мегапиксельной с интерполяцией. Звезд она с неба не хватает, разумеется. Интерфейс ее стандартный андроидовский. Настройки есть интерполяция до 8-ми в настройках. Ну, в общем, фотографии получаются довольно-таки приемлемо качеством. Смотрим. Это то, что бы сделано при распаковке фотографий. Вы их уже видели. Вот, в общем-то, без вспышки. Довольно прилично. Со вспышкой видео. Вот, в различных режимах на работе фотографировал. Кстати, работа мультитача вполне себе нормально. это, по-моему, да, вот это вот HDR. Это обычный режим. Ну, в общем, соответствует полностью заявленным 5-мегапикселям. И, как я уже сказал, звезд с неба не хватает. Но, есть один еще маленький момент. Для, значит, видео аппарат пишет в разрешении максимальном 720, то есть HD-качество. И, как бы сказать, под видео он не заточен совсем. В чем-то выражается? В помещении, к сожалению, даже при достаточном приличном освещении, как вот здесь, уровень кадров в секунду падает до 15-ти сразу же. То есть, не 20, не там 23-22, он сразу, видите, валится до 15-ти. У нас на работе достаточно светло, много полиумисцентных лам, тем не менее, начинается с мазы. То есть, видео этот аппарат хорошо записывает только на открытом воздухе, как вот здесь вот. качество звука при этом неплохое, не стерео, естественно. Ну и качество изображения на улице тоже приемлемое, поскольку кадр в секунду уже показывает 30, и в общем-то все с этим делом в порядке. Прикреплю тоже, посмотрите. Фронталка. Очень порадовала фронталка, кстати. Удивительно, что вот при отсутствии фокусировки и 2-х мегапиксельной фронтальной камеры в общем вот такая вот детализация неплохая. Это я на работе сижу. Работа вспышки. Вот что тоже не порадовало. И как фонарик она достаточно слабая. И значит в режиме вспышки фотоаппарата тоже очень слабенькая. Макро. Приемлемо. Вот работа вспышки обычный мой тест в ванной комнате. Пузырьки, видите, ну видно, конечно, но с другими аппаратами конечно не сравнить, у которых вспышка работает более качественно. Ну вот, друзья, наверное, и все по этому аппарату. Что могу сказать? У меня остались очень положительные от него впечатления, несмотря на некоторые минусы в виде, значит, батареи слегка производителем превранной, да, каких-то моментов по зарядке, по ее работе. Значит, микрофон хотелось бы по выше громкости. В целом, за свою стоимость базовую, которую ее продавали на старте продаж, это 59,90, 10,60 долларов. Аппарат более чем замечательный. Ну и, в общем-то, есть, конечно, маленький момент о том, значит, ходят слухи, что разные экраны устанавливаются, но мне кажется, экраны не ОГС, если даже у кого попадались, это были первые партии. Сейчас я вот заказал еще один аппарат, он мне придет, я с вами обязательно поделюсь, распакую, кстати, он будет белого цвета, распакую, поделюсь с вами, ОГС там, экран или нет. Но вот в таком варианте, как у меня, я считаю, за даже 60 долларов, это просто отличный смартфон. наличие 4G, в общем-то, отличный экран, работа не вызывает никаких нареканий, зависаний, прошивка от производителя обновляется, я думаю, будет допиливаться, могу смело рекомендовать к приобретению. Ну что же, на этом все, всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии, ну и до новых встреч, пока! Субтитры сделал DimaTorzok Микрофон 1 Микрофон 1 Микрофон 1